Всем привет, с вами Клеопатра. А для тех, кто еще не определился в какой клан вступать, рекомендую клан 11 левла Вумпель. У ребят весьма хорошая статистика, ищут себе бойцов для клановых войн, которые идут нот-стопом от 18 до 20 лет, с хорошим чувством юмора, веселых и конечно адекватных. КВ идет постоянно, и, конечно же, для того, чтобы в него попасть, вам нужно будет пройти испытания и провести атаку на аналогичную техаваши. Кроме того, приятной новостью будет то, что в данный клан берут с абсолютно любым тоунхоллом, нет каких-то ограничений, самое главное, чтобы у вас была адекватная прокачка. Естественно, хэштег данного клана я оставлю в описании, ну а мы с вами переходим к теме текущего обзора. Я думаю, что многие из вас знают так называемые кланы-призвики, о которых Макс Лук рассказывал еще несколько лет назад. Это такие кланы, в которых существует буквально 2-3 аккаунта, это кланы-заброшки, в них ничего не происходит, причем уже очень длительное время. Я этот ролик посмотрела совсем недавно, и параллельно с этим меня нашел мой подписчик Гена Белый и показал как раз-таки некоторые кланы из таких. Первый клан, в который мы отправились с Геной, это был клан Гейнс, вот как раз-таки вы можете видеть и мой, и его профиль в этом клане. Тут находятся всего 2 человека, у них очень низкие левлы, и в принципе по шапке ничего, наверное, интересного и нельзя сказать. Клан как клан. Однако же, если мы с вами теперь полистаем то, что написано в чате, то увидим, что последние записи были действительно очень-очень давно. Однако же, мое внимание привлекло даже не количество дней, сколько этому клану, а то, что можно было посылать донат вот этому игроку под ником EpicFootball. Но ладно, можно посылать лучницу, это все понятно. А давайте теперь я сделаю как раз-таки заклинание и отправлю ему. И тут создается вопрос, а как такое возможно? У него всего 10 мест в клан Кастле, но мы можем донатить ему спеллочки. Давайте теперь посмотрим на его профиль. Мы видим, что это абсолютно не прокачанный аккаунт, то есть это не тот случай, когда у нас ТХ-8-9 перед нами. Это всего лишь ратуша 4-го левла. На 4-м левле невозможно донатить спеллки в клан Кастл. Как же тогда такое вообще получается? Потому что такой на самом деле персонаж был не один, и их было несколько таких людей. Кроме того, если, конечно, поискать по разным заброшенным кланам, вы найдете очень-очень много таких игроков, которым вы можете задонатить в запрос, который висит уже очень давно. В чем же тут дело, почему же такое происходит? И обратите внимание, запрос висит 1104 дня. То есть вы представляете, вы повесили запрос, и через 1104 дня вам какой-то игрок присылает яд в клан Кастл. Это, конечно, очень интересно, с учетом того, что у вас всего 10 мест в КК, и вообще у вас ратуша 4-го левла. Однако помимо доната для таких ратуш, меня еще заинтересовала в этом клане дата последнего отправленного сообщения 1500 дней назад. Полторы тысячи дней назад. Вы только вдумайтесь. И на момент записи этого видеоролика это было 20 августа 2013 года. Полторы тысячи дней назад приходились ровно на эту дату. А теперь давайте немножечко посмотрим на цифры. Сама игра Clash of Clans вышла на андроиде 7 октября 2013 года. Соответственно, все те люди, которые отписываются в этом чате ранее, чем 7 октября, а вы сами понимаете, что август у нас идет раньше, чем октябрь, и, соответственно, они все играют на Айосе. Потому что на Айос игра вышла 2 августа 2012 года, и вот как раз-таки в таких кланах, где очень давно отправлялись сообщения, все люди, которые играли на Айос. И тут мне в голову пришла отличная мысль. Интересно, насколько старое сообщение можно вообще найти в таких кланах-заброшках, и какая максимальная дата в чате? Я переходила по очень многим разным кланам и СНГшным, и не только, и самое максимальное это как раз-таки 1500 дней. То есть последнее сообщение датируется датой 1500 дней назад, это максимум того, что я смогла найти. Если у вас получится найти больше, как это сделать, я расскажу, конечно же, чуть позже, то, естественно, пишите в комментарии и присылайте хэштеги этих кланов, либо же отписывайтесь в нашу группу ВКонтакте, я с вами свяжусь и, конечно, посмотрю на этот клан, и, возможно, даже выпущу еще один ролик на тему еще более древнего клана. Прогулявшись еще с Геной по разным кланам, мы нашли еще несколько кланов, где можно донатить спеллки игрокам с очень низким уровнем ТХ. Вот, к примеру, в клане Ice Dragons мы с Геной обнаружили не только запросы на спеллки от ТХ-6, но еще и сообщения от нашего русскоговорящего игрока. И опять-таки создается вопрос, а как вот это все работает в игре, почему сейчас такое невозможно? Все дело в том, что, как вы понимаете, эти аккаунты, конечно, созданы очень-очень давно, поэтому и возникают такие так называемые баги на текущий момент, как кажется, с нашей точки зрения, однако же это никакие не баги, просто ранее игра была немного другая, и, соответственно, там были другие функции, и можно было делать много тех вещей, которые на текущий момент уже невозможны, и кажутся для нас какими-то реликвиями, потому что мы сделать подобное уже сейчас не можем. Ну и среди вас, конечно, я думаю, наверняка найдутся те люди, которые захотят попробовать найти такие кланы самостоятельно. Делать это лучше всего через фильтры, проставьте количество участников от двух до трех человек, и нажимайте искать. Вы найдете очень-очень много кланов по таким параметрам, многие из них открыты, и, как правило, 99% того, что вы попадете в заброшку, на самом деле реально работает. Кроме того, я пыталась найти самые старые кланы СНГ, русскоговорящие, но на самом деле более тысячи дней я особо не обнаружила, то есть все кланы, где было 1500 дней сообщением, это все были англоязычные кланы, на русском языке я лично не нашла. Но если у вас получится, то, конечно, пишите в комментарии, связывайтесь со мной, и я думаю, что будет всем интересно узнать, какие существуют еще более древние кланы, и какова вообще максимальная дата, которую можно найти в чате. Ну а всем, кому понравился данный обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и, конечно, отдельное спасибо Гене Белому за идеи для данного ролика. Всем хороших войн, пока-пока!